МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире передача «Православная Брянщина» в студии Дмитрий Терехов. Здравствуйте! Миновалась середина Великого Поста, богослужения которого, как и богослужения подготовительных к нему недель, постоянно поблуждая к молитве и покаянию, изображают состояние души, кающейся и плачущей о своих грехах. Идет пятая седмица преподобной Марии Египетской. В пятое воскресенье Великого Поста перед неделей подготовительной к страстным дням церковь достигает полноты покаяния. Общеизвестно, что без терпения и любви многие наши действия могут стать лишь формальными соблюдениями обрядов. Эта любовь церковь, она выжигает в нас тени поста. Вот ровно посредине поста церковь уносит крест для поклонения людям, опять же, как знамени любви, как вот центр, ради чего мы, собственно, и постимся, чтобы и в нас любовь не угасала, а возгорелась. И тогда мы с любовью и радостью придем к празднику Пасхи. К празднику Воскресения Христова и предвкушения нашего Воскресения. Ведь Пасха Христова – это начало всеобщего Воскресения. Это не просто праздник, мы просто воспоминаем Воскресение Христово, но мы и прилагаем это к себе, потому что вот этим Воскресением началась новая эра в жизни человечества всего, переход в иное состояние, в иной мир, который мы именуем Царством Небесным. С этого момента для человека открылись врата Царства Небесного. И если до Воскресения Христова все люди, включая праведников, а не шлеват, то сейчас две райские открываются, и человек может наследовать Царство Небесное. Нам оно еще не гарантировано, мы должны еще своей жизнью доказать, что мы достойны этого Царства, не то, чтобы достойны, а то, что мы желаем. То есть мы всей силой, всей своей мыслью, всеми своими чувствами, всеми естествам желаем в это Царство войти, хоть мы и согрешаем, хоть мы и отходим от Господа, но мы стараемся, мы пытаемся каяться, меняться в лучшую сторону, и в течение Великого Поста тоже. Готовясь к Светлому Христову Воскресению, православные особенно ответственно посещают богослужения, в частности, участвуют в Таинстве Соборования, которое совершается для исцеления духовных и телесных недугов, а также дарует оставление тех грехов, о которых человек забыл. Соборование совершается при тяжелой болезни в течение всего года, а Великим Постом все верующие стараются собороваться. Наша съемочная группа побывала на богослужении в новом храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, города Брянска. Господи, не радуйтесь, а праведни достойно есть я помощи стиму, вложите тяблого Родицу. Старания батюшки Антония на лицо. Он привлекает тем, что служит до изнебожения. Он устает сильно, но он этого не показывает, поскольку молод, во-первых, а во-вторых, прихожане должны знать, что эти службы ему даются нелегко. И вот пришли в этот храм, мы год назад, чуть более, и нам понравилось, легло к душе. Мы как будто дома оказались. Великий Пост – это не просто испытание для тела, это испытание для души, ибо душа и тело взаимосвязаны. Хотя мы живем не для тела, а для души. Возжечь огонь любви к Господу в своем сердце за его великую жертву – одна из главных целей православного верующего, особенно в эти торжественно строгие дни, накануне Великого праздника. И эта любовь, возгоревшись в нас, должна в первую очередь проявиться в наших делах. Ирия, истейший патриарх и наш владыка Александр каждый год, день Пасхи, в самый воскресный день, посещают нуждающихся, больных, в тюрьмах находящихся, в общем, разных нуждающихся людей. И это проявление, действенное проявление нашей любви. Нашей любви ко всему, ко всякому человеку. Как Господь любит всякого человека, так и мы также должны постараться в своем сердце найти вот этот уголочек для другого человека. Мы должны немножечко поступиться нашим эгоизмом, поступиться нашим самолюбием, самомнением, обратиться к другому человеку с радостью, с любовью. И от этого наша любовь станет еще больше. Она расцветает в наших добрых делах, делах милосердия. В дни, когда весь православный мир готовится встретить самый большой и почитаемый праздник Светлого Христового Воскресения, в нашем регионе на сцене Брянской областной филармонии 22 апреля накануне Страстной недели состоится презентация значимого и уже хорошо известного музыкального проекта «Страсти по Матфею» митрополита Илариона Алфеева. Мы побывали на одной из репетиций и пообщались с главными участниками и организаторами постановки. Это произведение исполняется по инициативе главного дирижера и художественного руководителя Брянского губернаторского симфонического оркестра Эдуарда Борисовича Амбурцумяна по благословению Его Преосвященства Преосвященнейшего Владыки Александра. И для нас очень важно, что проект, который несколько лет назад с большим воодушевлением был воспринят в России, сегодня исполняется в Брянске. Произведение поистине уникальное и, я думаю, оно доставит огромное удовольствие всем присутствующим, а самое главное, позволит на Страстной неделе еще раз задуматься о великих ценностях нравственных, о том, что держит человека в этой жизни и о великих страданиях Христа. Проект на Брянской почве реализуется впервые. Привлечены самые главные и достойные творческие силы региона. Постановщик и главный дирижер Эдуард Борисович Амбурцумян, Брянский городской камерный оркестр под его управлением, а также Брянский городской академический хор. Метрополитный лавен делал сам вот это, я думаю, что эталон, и что-то новое придумывать не надо, потому что там замечательно все сделано и очень корректно, очень компактно, очень ничего лишнего. Вот это очень хорошо. Музыка тоже язык, да, музыкальный язык, и все общие, то есть все народы понимают этот язык, независимо, потому что там нет отличия, вот это альмянский, это русский, это английский, это французский, и не имеет никакого значения. Все понимают язык музыки, и вот сочетание текста и языка музыки, вот эта совместность, это сочетание дает очень большой эффект. Главную роль евангелиста Матфея, от лица которого идет повествование о страстях Христовых, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра, доверено благочинному Брянского градского церковного округа, протерию Владимиру Сафронову. Поверил им Иисус и приготовили пасху. Когда же настал вечер, он восстил с двенадцатью учениками, и когда они ей сказали, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Бывают, конечно же, некоторые недостатки, это произношение некоторых фраз, потому что, как правило, звуковое произношение в храме, оно не идентично тому прошению, тем материалам, которые изложены на русском языке уже здесь, Евангелие. Но мы будем стараться, будем молить спасителя о том, чтобы он дал все благословение на исполнение такого уникального произведения. Согласно решению Священного Синода об оптимизации деятельности высших духовных заведений, в апреле текущего года Брянск посетила комиссия учебного комитета по реорганизации Брянского духовного училища в духовную семинарию. По результатам ее работы на данный момент решается вопрос о дальнейшем статусе учебного заведения. Напомню, БДУ было организовано в 2003 году на базе пастырских курсов. С 2012 года обучение осуществляется по программе семинария. Решением Священначали Русской Церкви было дано три года. И этот срок истекает летом 2016 года. И вот в течение этих трех лет необходимо всем училищам было подумать о своем дальнейшем развитии. Либо они существуют в виде духовных семинарий, для этого требуется достаточно много усилий, либо они преобразуются вот в эти духовные центры. Соответственно, все училища Русской Православной Церкви, они согласны решению нашего Священначалия, летом этого года должны стать или тем, или другим. Безусловно, духовное образование Брянской епархии, Брянской митрополии, оно безусловно имеет свое будущее. И оно достойно этого будущего. И мы видим, сколь много делается для этого будущего и правящим архиереем, и его добрыми подвижниками, не в духовном образовании. А вот каким будет это будущее, это уже решать не нам. Это решение принимает высшая церковная власть. Дорогие телезрители, коллектив православной Брянщины от всей души желает вам духовных и телесных сил в душеспасительном деле подготовки к светлому Христу в воскресенье. Благодарим, что были с нами. До новых встреч! Да хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова